Миссионеры отправились в Ригу, чтобы обратить в христианство местные племена. Их первый епископ был убит, а второй епископ создал орден крестоносцев, чтобы победить язычников. Рыцари и другие захватчики уже давно исчезли с лица земли, а их замок теперь дворец президента Латвии. Крестоносцы строили замки, похожие на этот замок в Бауске, что в часе езды к югу от Риги, чтобы держать под контролем сельские местности и их жителей. Они назывались Ливонским орденом, их рыцари происходили из германского дворянства, и они силой хотели обратить в христианство последних язычников Европы. К XIV веку то, что сегодня называется Латвией, было захвачено и феодальным образом разделено между орденом, двумя епископами и городом Рига. В воинственные монахи ордена добивались вознаграждения на небесах, а их потомки нашли свое на земле. Со временем рыцари стали дворянами, замки превратились в усадьбы, а местные жители стали слугами. Балтийские племена, однако, оставили свои имена на этой земле. От Ливов осталось название Ливония, старое название Латвии и Эстонии. Название Большого полуострова на западе Латвии Курземе происходит от Куршев, а от Латгалов произошло само название Латвия. Социальная и лингвистическая изоляция местных жителей от германских землевладельцев помогла им сохранить свою неповторимую и своеобразную народную культуру. На окраине Риги туристы могут увидеть самый большой в Европе этнографический парк. Несколько десятков деревянных строений, расположенных на сотне гектаров на берегу озера, представляют собой древнюю народную культуру регионов Латвии. Необычные народные инструменты – это и балтийская валынка, или дудас, струнная арфа, на которой играют, держая на коленях. Она называется коклес, или поющее дерево. Латышские фестивали народных песен начались еще во времена царского правления, как часть возрождения национального самосознания. Первые собиратели народных песен признаны героями в деле сохранения национального наследия. Миллионы народных песен воспевают деревенскую жизнь и веру. Жизнь проходила согласно ритмам природы, так как весь мир считался одним живым существом – от рождения к смерти, к бессмертным богам на небесах. Их названия – небо, гром, месяц и утренняя заря. Главным народным праздником считается середина лета, или яни, названного так в честь бога плодородия, и праздновать его лучше всего считалось на природе. В народных костюмах можно найти такие рисунки-орнаменты, как метла судьбы. Празднование середины лета не обходится без дубовых венков, сыра с тмином и костров, горящих всю самую короткую ночь в году. А самый короткий день года – Рождество – Рига отмечает ярмаркой, и утверждается, что в 1510 году именно здесь была установлена первая в мире рождественская елка. Когда-то самая длинная ночь была праздником в честь языческого небесного Отца. В череде народных праздников – прощание с зимой, или масленица. В день Мары, в марте месяце, все обязаны рано-рано вставать, раньше медведей, иначе настигнет зимняя спячка. День Георгия в апреле считается началом полевых работ, отмечается пожертвованиями для лошадей и рогатого скота. А в день Мартинша, в ноябре, заканчиваются все полевые работы. В конце 16 века царь Иван Грозный попытался пробиться к Балтийскому морю и напал на Ливонию. Хотя орден был уничтожен, Иван Грозный не получил ничего. Швеция захватила Ригу и север страны, а литовско-польское государство – юг и запад. Несмотря на конфликты между тремя народами, купцы все равно процветали. Либеральная политика Швеции шокировала консервативных местных землевладельцев. Шведы даже запретили пытки. Второжение Петра Великого в 1709 году выгнало из Латвии шведов. Царь Петр собственноручно первым выстрелил из пушки в битве за Ригу. Большинство жителей города не пережило осады. На юге по-прежнему правило литовско-польское государство, оставившее после себя костюлы средиземноморского стиля, как этот, в Аглоне. Дворец Елговы в получасе езды к югу от Риги. Он был центром правления подданных литовско-польского государства, княжества Курземе. Последний великий властитель ордена, Готард Кетлер, стал первым великим князем Курземе. Во дворце находится семейный склеп Кетлеров. Пурты княжества обеспечивали успешную торговлю, а древесина умножала богатство княжества. Князь Яков достиг такого успеха в судоходстве, что основал колонии в Африке и на Карибах. Последний из рода Кетлеров умер в 1737 году, и любовник российской императрицы помог ей правильно сделать выбор в пользу нового князя Энста Йогана Бирона. Бирон превратил замок Елговы во дворец и построил прекрасную летнюю резиденцию здесь, в Рунделе, в часе езды к югу от Риги. Архитектором в обоих случаях был знаменитый Франческо Бартолоней Растрелли, создатель известного зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Из-за политических интриг строительство затянулось на 30 лет, поэтому и во дворце, и в его саду можно увидеть сочетание стилей барокко и рококо. Верхний этаж дворца, который насчитывает 138 комнат, открыт для туристов. Золотой зал был тронным залом. Трон, его украшения должны были впечатлять и восхищать гостей и подданных достоинствами правителя, такими как сила, мудрость, правдивость, щедрость, превосходство, мир. Белый зал был бальным залом. Его скульптуры отображали пасторальные деревенские обычаи. В 18 веке польско-литовское государство настолько ослабло, что к концу столетия оно было поглощено своими соседями Австрией, Пруссией и Россией. Балтийские владения польского короля перешли Фредерику II в Пруссии и Екатерине Великой. Идиллическая независимость княжества Эрлста Йогана Бирона в Курзене закончилась. В небольшой стране большинство маленьких городков находятся неподалеку друг от друга. Две реки стекаются в городе Кулдеге, что в двух часах езды к западу от Риги. Здесь находится самый широкий водопад Латвии и каналы ее маленькой Венеции. Туристы могут из эмуляции восхищаться множеством прекрасно сохранившихся деревянных строений. Имея речной выход к морю, Кулдега была процветающим городом Средневековья. Приютившись среди холмов, в часе езды к востоку от Риги находится другой торговый город – Цесис. В центре города возвышается костел святого Иоанна – место последнего пристанища многих знатных князей. В парке за костелом находится резиденция великого мастера Ливонского ордена. Хроники ордена свидетельствуют о том, что именно здесь впервые появился характерный красно-белый флаг Латвии. Вождь местного племени был убит в битве с рыцарями, но его солдаты вернулись на поле битвы, а их знаменем стал смертельный покров вождя – белый там, где лежало тело, и красный – в местах, где текла кровь. Сейчас в долине люди собираются для более радостных событий. Этот созданный природой естественный амфитеатр стал популярным местом для фестивалей. В костеле маленького городка Дунтен на севере Риги в XVIII веке Якобина фон Дунтен вышла замуж за барона Карла Фридриха Геронимуса фон Мюнхаузена, капитана кавалерии с необычайной способностью, с невозмутимым и серьезным лицом рассказывать неимоверные и фантастические истории. В своих рассказах «Удивительного путешественника» барон твердит, что только ему свойственным путем он на пушечном ядре пересек английский канал, потерял вторую половину коня, вывернул волка наизнанку, встретился с вулканом и танцевал с Венерой и слетал на Луну. Приключения барона Лгуна пережили его самого и увековечены в книгах и фильмах. Даже появился термин «мюнхаузенизм», означающий экстравагантную подачу изумительных приключений. Природа Латвии разнообразна, но она по-северному скромна. Холмистая, но без гор, смягченный морем, северный климат. Жизнь протекает спокойно, в неторопливом и неспешном ритме. Музыка Музыка В часе езды к западу от Риги находится виноградник Сабеле, наверное, самый северный виноградник в мире. Музыка Множество рыбы и не так уж много людей в стране. Тысячи рек и двух тысячей озер. С такими прекрасными названиями, как часы, лебедь, лес, маленькая чаша, мечта. Музыка Латвия – это идеальное место для спокойного отдыха на воде. Национальный парк Гауи недалеко от Цесиса является самым крупным в Латвии. Музыка 900 квадратных километров, известных своими скалами из Красного Песчаника. Музыка В этом национальном парке находится и замок Турейды с прилегающим парком народных песен. Внизу пещеры, когда-то священные для ливов. Эти пещеры, самые большие в Балтийских странах, веками влекли к себе туристов со всего света. Музыка Некоторые надписи на стенах пещер сделаны еще в 17 веке. Музыка Километровая прогулка на фуникулёре через реку Гауи открывает удивительный вид на замок Турейды и местность, которую ливы называли садом бога Тора. Музыка Неподалеку от Турейды, Сигулда, всего час езды от Риги, зимой крутые изгибы реки превращаются в латышскую Швейцарию. Музыка Заниматься бобслеем здесь начали еще в 19 веке, а это современная трасса. Сейчас доступно каждому смелому посетителю. Основную часть побережья Латвии составляет малонаселенный полуостров Курземе, находящийся на западе от Риги. Восточное побережье полуострова было населено ливами, которые более относятся к финнам и эстонцам, нежели к латышам. Ассимиляция, войны и советская национальная политика сократили число говорящих по-ливонски всего до нескольких сотен человек. В часе езды от Риги находится Саулскрастес, или Край Солнца, популярное место для семейного отдыха. Пересекаете реку Лелупя, или Большую реку, и через 15 минут вы оказываетесь в Юрмале, Приморье. Курортом это место вот уже на протяжении 200 лет на самом деле называют несколько небольших поселков с уютными деревянными домиками, тихими улицами, высокими соснами и 30 километров песчаного пляжа. Редактор субтитров А.Семкин Первая мировая война положила конец двухвековому правлению русских царей. Латвия была занята сначала немцами, потом большевиками и, наконец, латышской армией. В конце войны в 1918 году провозглашенная республикой Латвия присоединилась к другим новым демократиям межвоенной Европы. Впервые со времен Средневековья латыши сами правили Латвией и происходил яркий всплеск культурного самовыражения нации. Хотя президент, склоняющийся к авторитаризму, ограничил политические свободы, латыши наконец-то были освобождены от этнических и экономических ограничений. Советские танки вошли в Ригу в июне 1940 года, в то время как Запад наблюдал за тем, как гитлеровская армия вторглась в Париж. Сталин сфальсифицировал выборы и обеспечил добровольное вступление Латвии в Советский Союз. Более 30 тысяч латышей были убиты или высланы в первый же год оккупации, а 15 тысяч были высланы на восток в одну ночь 14 июня 1941 года. Через неделю Гитлер напал на Советский Союз, и немецкие войска быстро захватили Латвию. Хотя сибирские ссылки и закончились, рижские евреи, как и другие нежеланные, были выдворены в леса и расстреляны. В нацистском так называемом «новом порядке» Латвии была уготована роль колонии и источника людских и материальных ресурсов. Возвращение Красной Армии в 1944 году опять вызвало волну эмиграции людей, у которых еще сохранилась память о независимости в межвоенный период. В самой же Латвии вооруженное сопротивление советскому режиму продолжалось до 50-х годов. Советская пропаганда обещала Латвии светлое экономическое будущее. Но в отличие от лет независимости, когда Латвия была интегрирована в европейскую экономику, в годы советского правления из-за коллективизации и абсурдных экономических схем страна столкнулась со стагнацией и провалами в экономике. На первых свободных выборах в 1990 году победил Народный фронт Латвии. Они восстановили независимость, хотя и не без потерь. Рижские горизонты – места, включенные в список мирового наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Застройка торговых кварталов в Риге продолжалась в течение восьми веков. Начать осмотр этих мест можно с действующего открытого рынка, самого большого в Европе. Латвия славится превосходными молочными и другими натуральными продуктами и, естественно, хлебом. Напротив рынка находится район складов старого города. На улице Пейтовас находится единственная в Риге уцелевшая синагога. Евреи когда-то составляли половину населения многих латышских городов. Неподалеку на улице Греценеку стоит дом Метцендорфа – музей, в котором можно увидеть, как в свое время жил богатый рижский купец. Рига процветала всегда и будучи частью польско-литовского государства и Швеции, и России. Через квартал находится площадь – сердце старого города. Эта скульптура князя является символом средневекового Гонзейского союза. А вот этот дом совсем недавно был полностью отреставрирован. В Риге существовал даже такой экзотический союз, как Союз холостых купцов под патронатом святого Маурициуса. Внутри находится музей. Правление союза находилось в Германии, в городе Любек. Подвал имеет средневековую отопительную систему. Недалеко находится музей оккупации, ратуша старого города и костел Святого Петра. С обзорной площадки – обсерватории Святого Петра, самого высокого здания старого города, открывается удивительная панорама. Построенная в 1209 году, она имеет высокие готические своды. На север от костела Святого Петра проходит улица Скарну, а на востоке – костел Святого Иоанна – знаменитый орган Домского собора. Музыканты и композиторы, писавшие для него музыку, были известны еще во времена Средневековья. Рядом с костелом находится внутренний двор – конвент. Пройдя квартал к северу, мы найдем улицу Вагнера. Вагнер два года служил здесь дирижером, пока ему не пришлось убегать от кредиторов. Напротив – площадь Ливов. Теперь это известная концертная площадка. Через два квартала находится большой парк, разбитый вокруг городских укреплений. Часы, созданные на стыке веков, отсчитывают время рядом с памятником свободы. Борельефы увековечили образы борцов за свободу после Первой мировой войны, древних князей и легендарных воинов Латвии. Рядом находится и новый оперный дворец. Через квартал к северу стоит Русский Православный Собор. Неподалеку и скульптура Яниса Райниса, самого известного писателя Народного Возрождения. Вернувшись обратно на площадь Ливов, мы найдем зал Малой Гильдии, в котором когда-то собирались ремесленники. Смежная улица Амату или Ремесленников ведет к огромному Домскому Собору. За собором находится площадь Гердера, а немного дальше городской музей и улица Палоста, где Петр Великий наслаждался своим окном в Европу. Через улицу стоит Дом Гимзеля. Его коллекция стала основой первого музея в Прибалтике. Вверх идет улица Яуниела и музей Баррикад. Идя от парка к северу, увидите дом с кошками. А еще севернее находится Шведская башня или Пороховая башня. Рядом шведские казармы и шведские ворота. Здесь когда-то жил рижский городской палач. Улица Троксну или Шума ведет к зданию парламента, к костелу святого Якова и к трем братьям, ансамблю трех зданий, одно из которых является самым старым зданием в городе. Пройдя один квартал на запад, вы увидите площадь замка и границу старого города. Всего два квартала к северу вдоль улицы Элизабетес и в смежных улицах находится место, удивительно притягивающее туристов. Кварталы в стиле арт-нуво. Мы можем и закончить наше путешествие, восхищаясь этим новым стилем, который зародился в самом начале 19 века. Примерно треть всех зданий в Риге построены именно в этом стиле и представляют собой один из самых больших в мире архитектурных музеев под открытым небом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова